Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Карча Беджиев. Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курман-Байрам, день окончания хаджа. Времени паломничества во всех мечетях совершается праздничная молитва. Важная веха в развитии университета. Новая кафедра в КЧГУ. Она будет готовить будущих сотрудников антимонопольных органов. Многодетная мама, счастливая супруга и старший сержант полиции. Сегодня гость программы Анастасия Лайпанова. Сегодня мусульмане всего мира празднуют Курман-Байрам. С одним из главных религиозных праздников жители Карачаева, Черкесии, поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Этот светлый праздник на протяжении столетий объединяет людей в стремлении к духовному совершенствованию, возвращению к истокам, напоминающим о неприходящих ценностях – милосердии, преданности, искренности и добросердечности. В нашей многонациональной республике, где живут представители разных народов и конфессий, эти ценности являются залогом благополучия, единства, взаимоуважения и стабильности. В Курман-Байрам также знаменует собой окончание хаджа – паломничество мусульман по святым местам. Искренне поздравляем всех наших земляков, которым посчастливилось пройти этот путь, посетить священные города Мекку и Медину и выполнить долг верующего мусульманина. Пусть этот праздник принесет каждый дом нашей республики радость и счастье. Пусть каждой семье царят согласие, любовь и тепло. С праздником Курман-Байрам жители Карачева-Черкесии поздравил и председатель Координационного центра мусульман Северокавказа Исмаил Хаджибердиев. Бисмилляхи рахмани рахим. Алхамду лилля. Ва салату ва саламу ла расу лилля. Уважаемые друзья, вот приближается, пришел Курман-Байрам. Я вас всех хочу с этим поздравить. А ведь прошлый и позапрошлый год не могли ни собираться, ни поздравлять друг друга. Было такое время в связи с пандемией. Человек, он такое существо, он придумывает разного рода вооружения, чтобы уничтожать друг друга. А Аллаху-Толу нам всем показал, что каким-то невидимым микробом, как он может уничтожить. И поэтому мы должны это знать, мощь и силу Всевышнего, и поклоняться Ему, только Ему, и делать то, что Он нам предписал. Дай Аллах нам всем вот в этот Курман, если кто-то с кем-то не разговаривает, поругался, чтобы они обязательно помирились. Это обязательно надо. Если двое не разговаривают друг с другом и идут на молитву, то молитва их не принимается. Надо обязательно помириться и быть в дружбе. И дай Аллах, чтобы мы все находились именно в дружбе, друг с другом, чтобы мы все делали добро друг другу. Ведь нас Всевышний создал для того, чтобы мы дружили, чтобы мы делали добро. Дай Аллах, чтобы это было у нас. Аллаху-Толу, Он нашу республику, Он как-то обходит стороной. Все беды обходят мы стороной. Дай Аллах, чтобы так и было и в дальнейшем. Ас-саламу алейкум ва рахматуллахи тааллаху ва баракату. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. По 17 июля в Кисловодском цирке. Спектакль «Клоун» 2, 96, 58. Категория «Нарпрос». Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов встретился со школьниками, результат которых на последнем едином госэкзамене составил около 100 баллов. Диалог руководителя региона с молодежью республики прошел в формате вопрос-ответ и получился весьма интересным. Подробности в репортаже Артуром Хце. До встречи с руководителем региона считанные минуты. Выпускники и их наставники в волнительном ожидании. На последнем едином госэкзамене эти ребята набрали как минимум 100 баллов. Глава Карачаевой Черкесии отметил высокое качество итоговой аттестации, поздравил юношей и девушек с успешными результатами. Я считаю, что система образования республики, наше муниципальное образование, правительство Карачаевой Черкесии и, в первую очередь, конечно же, наши педагоги постарались сделать все для того, чтобы единый государственный экзамен прошел по всем тем требованиям, которые прописаны во всех регламентах. Понимаю, как переживали ваши родители. И вы большие молодцы, что сделали все для того, чтобы вами гордились ваши родители, ваши учителя и, конечно же, в целом наша республика. Поздравил выпускников Карачаевой Черкесии и руководитель Федерального министерства просвещения Сергей Кравцов, который по телефону дал высокую оценку проводимой в регионе работе в сфере образования и пожелал уже бывшим школьникам не останавливаться на достигнутом. Ваши учителя им огромное слава, благодарны тебе. Спасибо. Сегодня мы все делаем для того, чтобы у вас все получилось. Ваша работа ведет открытая с педагогами. Врачи учреждения с прорезиновой комнатой, в детской саде, врывая туда подвесные образования. И очень большое внимание в целом уделяется вашему развитию. А отчего такие результаты? Я вам желаю украшения, успехов и всегда вперед. Молодые люди и их учителя получили от главы республики ответы на многочисленные интересовавшие их вопросы, а также приятные сувениры. Далее фото на память и пожелания сторон, чтобы озвученные на встрече планы удалось реализовать. Артур Мухцей Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии на базе Качагу открыли первую базовую кафедру конкурентной экономики и антимонопольного регулирования. Открытие кафедры – важная веха в развитии университета, поскольку конкуренция – это ядро современной эффективной экономики, отметили выступающие. Основные задачи новой базовой кафедры – подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере современной экономики, формирование новой для республики системы научных и прикладных исследований. Цель реализации всего спектра указанных задач – эффективная подготовка будущих сотрудников антимонопольных органов к решению профессиональных задач в сфере экономики, государственной контроля и судебной практики в рамках организационно-управленческой, аналитической, экспертной и правоприменительной сферах антимонопольной деятельности. С учетом того, что это первая кафедра в Карачао-Черкесской республике, базовая кафедра антимонопольного регулирования, я считаю, что это очень важно в связи с тем, что на этой базе будут преподаваться прикладные такие науки, как антимонопольное регулирование, конкурентное право. И очень большая важность еще заключается в том, что практические навыки будут прививаться тем студентам, которые будут у нас проходить и практику, в том числе преддипломную, и какие-то семинары, естественно, будут получать теоретические знания фундаментальные. Сегодня состоялось очень важное событие для истории нашего университета. Сегодня день открытия базовой, первой в нашей республике базовой кафедры Карачао-Черкесского государственного университета совместно с федеральной антимонопольной службой Российской Федерации. Мы подписали вместе с руководителем управления, Карачао-Черкесским управлением антимонопольной службы, Артуром Станиславовичем, Куантовым договор о создании такого структурного подразделения. Это важно для того, чтобы наши студенты, обучающиеся по направлениям экономика, бухгалтерский учет, финансы, кредит, государственное муниципальное управление, менеджмент, по таким направлениям проходили, прежде всего, практическую подготовку, реализовывали новые образовательные программы, получали необходимые компетенции по очень важным значениям для развития экономики нашей страны и по востребованному направлению, которое мы назвали конкурентная экономика и антимонопольное регулирование. Я думаю, что это будет востребовано на рынке. И, конечно же, студенты, которые будут заканчивать те направления, о которых я сказал, они с новыми компетенциями будут уже на рынке труда более конкурентоспособны и востребованы эти специальности. Ежегодно в нашей стране с 2008 года отмечают праздник День семьи, любви, верности. И с каждым годом этот праздник становится все популярнее, ведь в жизни каждого человека семья – это главная ценность. И сегодня гость нашей программной – многодетная мама, счастливая супруга, которая в интернациональном браке воспитывает троих детей, а также старший сержант полиции Анастасия Лайпанова. С ней встретилась Белла Джозаева. Здравствуйте, Настя. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Приехали к нам в гости из Карачаевска. Все мы знаем, что с 2008 года в нашей стране отмечают, 8 июля отмечают такой светлый, хороший праздник. Называется он День семьи, любви и верности. Сегодня вы гость нашей программы, потому что вы представитель, как сказать, вот этих семейных, наверное, традиций, ценностей. Мало того, что вы многодетная мама, у вас интернациональная семья, так вы еще и оба служите в полиции. И мой первый вопрос будет такой. Вы на работе познакомились? И как давно существует ваша семья? Познакомились мы на работе. Были общие интересы. Начали встречаться, общаться. Ну, вот так дальше решили создать еще одну ячейку общества. Как давно вы вместе живете? Мы живем с 2013 года. После у нас родилась дочка старшая. Всего у меня в семье их три. Старшая девочка 8 лет. Ее зовут Амира. Средняя София 5 лет. И самая маленькая сейчас год и 9 месяцев. У вас, как я уже сказала, интернациональная семья. То есть вы двух религий. Вот какие традиции вы в семье соблюдаете? Какие обычаи? В какой религии детишек своих воспитываете? И как вы отмечаете праздники? Мы стараемся находить общий интерес и компромисс, и друг другу уступать, поддерживать в той или иной ситуации. Воспитываем мы, склоняемся, конечно, к стороне мужа, но обо всем рассказываем и в мою сторону. То есть как в русской семье и как в другой семье. Чтобы они знали обе стороны. А детки знают карачаевский язык? Да, они стараются, конечно. Ходят в школу девочка, изучают карачаевский язык. Понимают, но еще с трудом разговаривают. Скажите, у вас в вашей семье, в вашей ячейке общества есть свои какие-то традиции, свои какие-то семейные устои? В каждой семье есть ответственность у всех. И такая же ответственность у нас. Я, например, занимаюсь домом, хозяйством, готовлю. Муж, соответственно, мне старается помогать. Ну и дети, они несут ответственность за свою комнату, убирают, чтобы не подводить меня, чтобы я меньше уставала. И больше радовали меня. Как вам удается совмещать вот такую работу нелегкую полицейского и ваши семейные обязанности? Свой распорядок дня. То есть с утра каждый должен заниматься своими делами, собираться. Кто-то в школу, кто-то в сад. Девочки довольно-таки самостоятельные. Потом, когда приезжаешь на работу, там свой распорядок. То есть ты должен все успевать, стараться, во всяком случае. Да, тяжело, но постараешься все успеть, успеешь. Что вы можете посоветовать другим семьям, молодым семьям? Как им надо жить, чтобы быть в гармонии? Совет, конечно, такой, чтобы уступали друг к другу, поддерживали. Шли на компромиссы, любили, ценили, ценили свою семью, своих деток. Настя, я благодарю вас за то, что вы приехали сегодня к нам в гости. И поздравляю вас с этим праздником. И, конечно, я вам желаю семейного долголетия, семейного счастья. Спасибо вам. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных праздничных выходных и до встречи. Как светла земля на заре И распахнута вся для сказок В жемчугах она в серебре В изумрудах она в алмазах Не рвите цветы, не рвите Пусть будет нарядная земля А вместо букета дарю еде Посельковые, незабудковые И ромашковые поля Субтитры создавал DimaTorzok